Я предлагаю обсудить про то, как можно мыслить ничто или не бытие, или это разные вещи. Но в самом деле известно про Манитовское высказывание по поводу того, что бытие есть, а не бытие вовсе нет. Понимать его можно разным способом относительно того, что бытие есть, что это значит. Значит, скорее всего, один способом можно понимать только то, что не бытие нет. А знаешь, на самом деле, что в реальном тексте на греческом «Промерида» бытие есть, ничто вовсе нет? Да. Там ничто, а не там не бытие. Да. Там именно ничто. Вот это тоже можно обсудить, насколько ничто соответствует не бытию. Вот. Бытие есть, а не бытия вовсе нет, как бы так считается. И однозначно про это можно сказать только то, что не бытия нет. Притом вообще нет, никак нет его. Ни в какой форме. Это странно, потому что... А если не бытия нет, оно не высказываемо. Это что такое? Разве это возможно? Вот да. Как это возможно? Говорить о том, чего нет. Нет ли в этом противоречия определения? Для того, чтобы сказать, что что-то нет. Мне очень просто. Почему можно, грубо говоря, набор из букв. Сделать приставку «не» и вот тебе, пожалуйста. Нет. Не говорите, там же на чем угодно. Нет, нажимы. Набора из букв это одно. А не бытие имеет смысл. А наборы из букв никакого смысла не имеют. Нет, почему не бытие имеет смысл? Только предоположность билета. Нет, как раз в Stop in N�BOS не имет смысл, а наборы буквы имеют смысл. Однако иногда я думаю, что не бытие, это тогда, когда мы берем предмет и говорим, что его нет. Мы берем стол и говорим, что его нет. это как бы мы имели бытие. Берем диван, говорим, что его тоже нет, и тоже думаем, что нет нибудье. Но это же не так. Не надо показать, что это так. Если мы делаем отсутствие? Непонятно, как мы говорим. Эти люди, которые говорят, что что есть, стола нет. Это мы говорим только в том смысле, что в смысле отсутствие. То есть вот он есть, мы его видим щукарем. Раз его не стало, мы говорим его нет. В этом смысле. Как понятие. Да, мы говорим и мы об этом о небытии или о ничто. Некоторые думают, что так оно и есть. Мы говорим о ничто или небытии. Понимаешь, всякое отрицание, оно же конкретно. Если ты отрицаешь стул, то это отрицание имеет содержание только не стула. Понимаешь, оно является отрицанием конкретного содержания. А когда говорится ничто, и когда говорится небытие, то имеется в виду какое-то абсолютное отрицание. Небытие, а абсолютно отрицание бытия, а ничто, абсолютно отрицание всякого определяется. Я говорю, отрицание как форма языка. То есть не как конкретная речь, а просто как... Есть язык, есть правило языка. И отрицание просто как правило языка. Ты просто подставляешь вместо стула ничто или небытие. С этим очень интересно работать, потому что столу противопоставит стул, красному противопоставит черный, для вещей. Но бытию не противостоит небытие, тоже важно понимать. Нет, а там, кстати, нет, противопоставление, и бытие вообще, говорят другого, не противостоят. Не противостоят, да. Нет, просто еще раз, давайте как бы уточним. Есть контрарная, а есть контрадекторная. Контрадекторная, которая отличается вот этой приставкой «не», да? А контрарная, это которая, как Игорь говорит, красная и там… Не знаю, не обязательно. Красная противостоит черному, зеленому, какой-либо еще. Свет противопостоит тьме. Но бытие не противопостоит небытию, так как свет противопостоит тьме. Это понятно, да? Это можно объяснить. То есть бытие мы мыслим тем способом, что не посвящаем ему некоторую противоположность. Потому что бытие – это непосредственно. Я говорю, что предмет, вот тот предмет, который я вижу, есть в данный момент для меня истина. То есть предмет дан мне непосредственно. Непосредственно означает, что между мной и предметом как бы ничего нет. Он дан мне непосредственно. Но тогда я захвачен этим предметом полностью, я его поглощен. Я практически в него включен. Но что я могу с точки зрения сознания сказать об этой ситуации? Только то, что предмет есть, а меня нет. И мы видим, что в форме непосредственности оказывается… Ты не можем ничего сказать, потому что ты есть предмет. Как только ты говоришь, что меня нет, а что у меня есть предмет, ты уже начинаешь… Да, я… Я, если предмет отличаю от формы его данности, то есть предмет отличается от… сам предмет отличается от формы его данности, а как он дан? Да, он как осуществующий. Бытие оказывается формой данности – пример сознания. Вот такой забавный эксперимент умственный, любой может его проделать и убедиться, что здесь бытие предмета мыслится вне его противоположности с небытием или с ничто. Вот это так как-то странно. То есть свет всегда мыслится на фоне тьмы, тьма мыслится на фоне света, звук на фоне тишины, но бытие не мыслится на фоне небытия. И в этом, кстати, смысл любой теологии. Что благо всегда одно как бы, а зло – это недостаточное… Да, я бы сказал, что это смысл любой философии, не думаю, что совсем теология… Нет, это прежде всего теологии смысл. Что Бог есть бытие. Бог и есть бытие. Теология основывается на том, что свет определяется как отсутствие тьмы или тьма на космос. Нет, суть вопроса черта, что Бог один, единый, ему ничто не противоположно, а именно на том, что бытие одно как бы, и нет никакого небытия. Значит, концепция Бога, она предполагает, что это самое бытие можно еще положить в предметной форме. То есть, антологическое доказательство Божие говорит, что вот передо мной есть некая идея, в сущности которого заключено в существование. И тогда, значит, он должен обязательно существовать. Ну а в арменитое не богословие, когда он говорит, что это бытие, а действие, а не бытие… Нет, но здесь важно видеть, что для тебя бытие, что есть понятие или идея бытия. То есть оно как предмет может быть положено мимо меня. Это смысл теологии. Нет, просто смысл этого парменидовского шара, да, на самом деле. Есть же еще помимо парменидов, есть еще Псенофан, который рассматривает этот шар как бы, да, только по-другим вопросам. Именно в смысле того, что это и есть Бог, что Бог один и так далее, что он шаровидный и прочее. Ну, важно, что при таком подходе полагается, что бытие может быть положено передо мной в предметной форме. Тот эксперимент непосредственности по отношению к воде, к оперону или к другому предмету, о котором я говорил 3 минуты назад, он не предполагает возможность положить бытие для меня в предметной форме. Наличные бытие, вещи – это что такое? Мы всегда мыслим воду, но мы мыслим воду как все, то есть как существующее. А наличные, вот предмет, вещь какая-нибудь конкретная, а вот наличное бытие – это что такое? Чего? Ну, какая-нибудь вещь какая-нибудь ограничена, и вот диван перед тобой – это бытие или нет? Какое-то наличное бытие или нет? Ну, у него существование отличная сущность. Я существование могу положить в предметной форме как таковое? Не могу. То есть теологи считают, что могу, а я говорю, что не могу. То есть это необязательно. Существование не полагается передо мной в предметной форме. Теолог скажет, что есть сущность, в идее которой заключено существование. То есть он таким образом говорит, что вот это само существование может быть положено передо мной в предметной форме. Если оно положено передо мной в предметной форме, то следовательно такая… Ну, а другие способы данности в предметной форме существуют? В смысле, в качестве переживания? Не знаю. В качестве рефлексии. Ты сам себе дам, ты рефлективно. Не предметной форме ты себе дам. Как вот ты себе дам? Вот, например, в рефлексии. Как человек себе дам? Он же не схватывает себе как некого рода предмет. По-другому как-то дам себе. Он дам себе как-то переживательно. Хорошо. Но мне важно видеть, что небытие или ничто, или они действительно между собой различаются, они точно так же не могут быть даны друг другу предметной форме. Тут отрицательное доказательство. Если есть некий предмет, в идее которого заключено небытие, то его и нет. Вот такого предмета нет. Ведь проблема, она… можно спорить многократно. По поводу сущности онтологического доказательства бытия Божьего, можем ли мы существование положить себе в качестве либо понятия, в качестве чего-то противостоящее нам. Но точно можно сказать, что небытие или ничто в качестве такого предмета мы положить не можем. Тогда задает вопрос, каким образом мы можем мыслить ничто или небытие? Или это разные вещи опять? Ведь ничто – это, казалось бы, нечто лишенное всякой определенности. Мы приходим к этому понятию синтетическим образом. Мы берем нечто и избавляем его от предикатов. То есть лишаем его определенности. И оно превращается в ничто. Превращается оно в ничто или оно превращается в абстрактное бытие? Ведь если мы действительно предмет избавляем от предметов… А зачем так примитивно избавлять? У нас есть два аспекта. Есть аспект определенности и аспект существования. Да. В аспекте полное отрицание определенности есть ничто. В аспекте существования полное отрицание существования есть ничто. Да, да, да. И зачем тогда какие-то такие опыты искать? Именно так я и говорю. Ну что значит сказать, что в аспекте определенности мы что-то избавляем от определенности? Этот эксперимент он возможен или нет мысленный? Мысленный нужен все, что угодно можно. Нет, не обязательно. А вот эксперимент избавления от существования чего-то. Не означает ли, что если мы то, что что-то избавляем от существования, то чего-то уже нет. То есть сама в себе процедура эта, она противоречива. Таким образом, понятие небытия оказывается для нас недоступно. Так сама процедура, сама процедура, это понятие ничто. Самой процедурой отрицание предикатов, ты определяешь ничто. Это есть такой коломбур по поводу смерти, да? Что пока мы живем, смерти нет, пока смерть наступает, нас не будет. Да, да, да. Примерно так, да. Именно так. Даже бы сказал, а не примерно. И оказывается таким так, что ничто перед нами, то есть не бытие. Перед нами минусы. Бытие, быть может, есть. Но небытия точно нет. Бытие, быть может, есть. Небытие... А относительно небытие есть? Вот да. А есть ли относительное небытие? Наверное, нет. Потому что абсолютно небытие понятно, его нет. Это просто невысливание. Вопрос. Каким образом мы можем мыслить небытие? Вот ты там сидишь, а тебя здесь нет. Это же относительное небытие. Да почему? Ты в той точке, а не в этой. Это означает, что меня нет там, а есть я здесь. Правильно. Не только. Относительное небытие состоит в том, что тебя нет здесь. Ну, например, относительное небытие красного, что красное — это как стакан наполовил пуст, наполовил пол. Ну, типа, да. Ну, это же такая-то софистика. Нет, это как раз не софистика. Потому что у Парменида он отрицает небытие и говорит, что нет любого небытия. И абсолютного нет небытия, и относительного небытия нет. А ведь относительное небытие это есть. У него же шар получается только в том случае, если отрицает всякое небытие. Потому что что мешает сущему сущим не сплачиваться, а оставаться, так сказать, каждому в отдельности? Ничто не мешает. Ну, это хорошо. Я принимаю на самом деле это возражение. Это действительно так, потому что у него действительно шар. То есть сплошной. Да. Сплошной шар у него? Нет, нету чего-то. Но это ставим на совести Парменида. Он же говорит, что существуют двухголовые люди, для которых есть бытие и есть небытие. Так вот, и когда он это говорит, он имеет в виду, что и относительно, он же критикует здесь как бы относительно небытие. Потому что можно же быть красное здесь, а зеленое здесь. Я продолжаю, не понимаю. В смысле относительность? Самое главное. Относительное, неотносительное, неважно. Про то, как мы можем мыслить небытие. Ведь может, мы можем мыслить как-то ничто. Как мы можем мыслить небытие. Как мы можем мыслить небытие. Знаешь, как мы можем мыслить небытие? Как вещь, как мысль? Хоть как-нибудь. Как-нибудь я тебе могу сказать. Мы берем относительное небытие, а потом переходим в предел и мыслим абсолютно небытие. Хотя его мыслить нельзя, но тем не менее что-то в виде предела, которое невозможно достигнуть. Мы можем мыслить. Точно так же, как ничто. Берем некоторую вещь, избавляем ее от определенности таким образом мыслим нечто. Предель, да. Точно так же и Бытие берем, избавляем его от существования и в пределе и получаем идею небытия. Да, именно так. Смотри, этот предел недостижим, но он как бы мыслится, как любой предел. Я хочу сказать, что этот предел как раз неосуществим, как со смертью. Потому что когда я умру, меня уже не будет. То есть, хочешь сказать, что качество и скачок, и все? Да. А почему не мыслить предельными переходами? А почему здесь мыслить? Потому что Николай Кузанский, например, предлагал Бога так же мыслить, как некого рода предел. Берешь какое-нибудь качество, устремляешь его куда-нибудь пределу, и это качество приобретает форму божественности. И так любое. И что, для нас Николай Кузанский какой-то мере авторитет, что ли? Нет, дело не в этом. Просто, что переход к пределу, есть некого рода операция понятная. И почему так нельзя мыслить, я не понимаю. Это вполне понятная операция. То есть, предел это то, что недостижимо в конечных операциях, но тем не менее, что присутствует в виде результата. Да, но тогда у тебя получается предел. В чем он отличается от какого-то магматического предела? Потому что предел какой-то спать, по-моему... Нет, но это же метафора. Ты согласен, что... Он есть. А здесь ты получаешь такую вещь, чего точно нет. Игорь, понятно, это же всякого рода такие вещи, это только метафора. Которая предлагает нам мыслить нечто метафорическое. Сам процесс мышления, он и является удержание себя в состоянии мышления нечто, это и есть разделение на бытие и небытие. То есть, пока ты мыслишь, получается, ты мыслишь небытие. Да? А мне казалось, что ты пока и мысли, мысли бытие. Нет, ну это всякая мысль... Так что он предел, мысли реагирует. Нет, не мыслишь вообще, а мыслишь небытие. То есть, ты мыслишь небытие. Мне казалось, что всякая мысль... Ну это предел, переход к пределу. Это же... Всякое знание из чего? Мысли с небытие мы не можем. Мы можем мыслить предельный переход и понимать, что он ведет к небытию. Само небытие мы мыслить никак не можем. Сам переход ты не можешь мыслить. Еще раз говорю, небытие точно так же, как и бытие, непредметное. И мыслить мы его никак не можем, кроме как нечто, как бы... Что заключается в обмиранном. Я не говорил про процесс. Шариков. Большой шарик, поменьше, еще меньше, меньше. Я так поведу по некой точке. Но я не могу точно так же выполнить эту операцию, работая с небытием. Подожди, а вот понятие бесконечности. Мы не можем сказать, что бесконечности? Вот бесконечности точно так же, как с шариками. Нет, не точно так же. Мы не можем никогда прийти к бесконечности. А с шариками можем? Но слово бесконечности, подожди, шариками. Но бесконечности есть никакого рода отрицание, всякого рода конечности. Мы берем, отрицаем много разных конечностей и в пределе переходим к бесконечности. Понятно, и корень из двух точно такой же, я тебя знаю. Нет, я понимаю, Игорь, ты еще раз... Число е, число пи. Вопрос состоит в метафоре. Метафора понятна Да, но метафора это всякий раз Я тебе хочу сказать Что она работает со штойностями и с определенностями Ты работаешь с определенностью А существованием ты работать так не можешь В чем состоит как бы негативное богословие Апопатическое Оно состоит в том, что мы отрицаем у Бога наличие каких-то предикатов И получаем Бога Только в некого рода пределе Потому что мы не можем предикатов бесконечное количество Все их перебрать И эта вещь проходит А почему она проходит? Потому что мы работаем с положительностью То есть с бытием, с Богом А тут-то мы работаем Точно так же, когда к небытию мы переходим к отрицанию бытия Я же тебе говорю же Отрицаем одно бытие, другое, третье Ну в каком смысле мы хотим сказать? Потому что у стола нет бытия Ну у стола нет бытия То есть другое бытие То что я его мыслю Нет, мы хотим прийти к небытию И приходим к небытию, отрицая вся коробка бытия Вот конечное это бытие, вот это бытие, вот это бытие и так далее И переходим к пределу никому Ты знаешь, как и Бога мы понимаем, отрицаемость как уродок положительности. Там только в Боге мы хотим суще всего получить, да, и там мы отрицаем определенности. И получаем Бога, это ничто. А в пути мы отрицаем, а в пути... Потому что с ничто-то как-то более-менее понятно, потому что ничто-то на самом деле пытаешься что-то там отрицать и отрицать, и в конце типа посчитаешь ничто. На самом деле оно является всего лишь простым чистым бытием. Если отрицаешь у чего-то всякую определенность, то ты получаешь простое чистое непосредственно действие бытие оказалось. То есть ты хочешь сказать, как у Гигаря, что есть бытие, а есть ничто, и в конце концов они в становлении как бы... Только если ты задаешь процедуру, ты пытаешься получить ничто тем, что отрицаешь радикаты чего-либо, то ты получаешь не бытие, ты получаешь ничто. То есть ты получаешь простое чистое бытие, а не ничто. Смотри, мы с ним такой эксперимент, раз уж мы начали экспериментами рассуждать, что вот мы говорим, всегда есть два аспекта. У любого. Что бы мы ни брали положительного, у любого есть всегда два аспекта. Есть аспект бытия, есть аспект определенности. Да, различили, да. Почему мы не можем перейти к пределу, отрицая бытие, точно так же, как переходим к пределу, отрицая определенность? Я не понимаю, есть и два аспекта. В одном аспекте мы перешли пределы, в другом аспекте. Они же параллельны эти аспекты? Пытаясь отрицать определенность, мы пришли к чистому идее ничтого, которое у нас оказалось простым наличным бытием. Нет, наличным бытием оно никак не оказалось. Наличное бытие – это ограниченное и конечное бытие. Хорошо, оно стало простым бытием. Простым бытием. Чистым. Чистым бытием. Как мысль, да. Ну то есть, пытаясь простроить. Только, нет, вообще, а как ты отождествляешь чистое бытие и чистое ничто? Пытаясь простроить. У них же, понимаешь, аспекты-то разные. Пытаясь простроить это, отрицание. Понимаешь, у Гегеля, это же в науке логики, отождествление чистое бытие и чистое ничто состоит в том, что между ними различие нельзя положить. Они в том состоит, что они не различены. раз он говорит чистое бытие и чистое лицо, разнище налицо, но оно не может быть положено. Я говорю о другом, я говорю, что пытаясь построить ничто на основании некой рекурсивной предельной процедуры, мы получаем бытие. Но эта простая рекурсивная процедура невозможна для другого аспекта вещи, для ее существования. Почему? Возьмем вложенные шары в это, то есть, разного карауканя. Мы говорим о том, что... Нет, мы уходим в другую сторону. Больше и больше. Придем в бесконечности. Нет, каждый раз отрицаем бытие этого шара. Придем в бесконечности. Переходим в Вселенную. Она имеет пределы или нет? Ну, по определению. Нет, подожди, воображаем эксперимент. Переходим, переходим, так вот. Расширяется и доходит до размера Вселенной. А дальше там есть что-нибудь? Дальше. Или там не бытие уже. Почему не бытие-то там? Ну, потому что мы каждый раз отрицаем в данном аспекте не определенность, а именно бытие. Вот отрицаем, мы говорим, что отрицаем бытие... Когда ты говоришь о шарах, ты отрицаешь определенность. А не не бытие. То есть, ты хочешь сказать, что вообще бытие никак отрицать нельзя? Да, вот это сложно. Как отрицать бытие? Я же, мы же убедились, что красное существует на фоне черного, а свет на фоне зерна. То есть, отрицание вообще... У тебя отрицание есть, но бытие не существует на фоне небытия. Да это все понятно. То есть, ты хочешь сказать, что слово небытие, это неправильно составленное выражение. Я не хочу такого сказать. Может, нельзя сказать? Я хочу сказать, что я не очень понимаю, как его можно мыслить. Как можно мыслить небытие? Нет, может, как-то можно. Есть два аспекта. Один отрицаем один ничто, отрицаем другое небытие. Ты говоришь, что мы на самом деле не бытие, бытие мы не можем предметным образом взять, мы не можем его и отрицать. Бытие не существует... То есть, определенность предметным образом существует, ее можно видеть и отрицать. Да, она... А бытие нет предметным образом. У тебя свет существует всегда на фоне дьмы, поэтому ты можешь увидеть и отрицать. А предмет не существует в фоне небытия. Поэтому ты выполнить эту быту не можешь. Тогда о таком фундаментальном понятии, как небытие, возможности умыслить за философией. Эликсидина променит, получив полностью законченный результат, что бытие есть, а может и нет, но небытия точно нет. Я еще раз говорю, у него небытие, может только тогда верно его фразы, иметь в виду абсолютное бытие и абсолютное небытие. А в относительном смысле, у него просто неправильные ответы, а быть может быть, согласно той же грамматике героического языка, философы-то всерьез никогда не говорят о небытии, всегда говорят о ничто. Ну, он просто путает, ничто. Ведь Гегер же не говорит о небытии, он же говорит о ничто, сначала бытие как простое чистое непосредственно, а потом ничто, он же не говорит о небытии. То есть небытие это просто нонсус? Быть может. Быть может. Быть может. То есть мы, на самом деле, гарматически умеем строить отрицание, но фактически смысла не получаем. Известная же книжка называется «Бытие и ничто», а не бытие и не бытие есть. Можно писать одну книжку «Что-то и не бытие», или «не бытие и что-то». Что-то и не что. Ага. Что-то и не что. Ну, это тоже можно, это просто, это называется курс коллекции по физике и что-то, это будет что-то одно и что-то другое. Не, ну Игорь, наверное, прав на самом деле, что поскольку это бытие мы не можем в предметной форме иметь, да, и отрицать его, наверное, не можем. А то, что мы грамматически можем выстроить, это, на самом деле, еще не оправдан. Да, 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 да. Мы грамматически его делаем, кажется, возникает иллюзия понимания. А работать мы с ним не можем, потому что оно противоречиво для самого себя. Ну вот нет такого понятия и все. Или не так. Или действительно есть некий способ мышления и не бытия. Ну вот единственный способ, который я вижу, как бы, вот, параллельно отрицать. Ну, не знаю, возможно ли отрицать того, что не дано предмет нам? Да, да, да. Невозможно. 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 Разве бытие не дано предмет? Что? Ты только что начал и с того, что... Предмет дан. Предмет дан. Определенно всего развернуто перед тобой. А бытие-то рядом не пришито в качестве еще одного свойства вещи? Да, не пришито. Почему? Ты же видишь это бытие. Где ты видишь его? Покажи пальцы. А не бытие где? Нет, нет. Пальцы, покажи где бытие-то видишь его. Вот ты видишь цвета. Ты покажи пальцы на цвет. Вот. Горячий цвет. Так же я и могу сказать вот бытие. А где? Вот. Ну коричневый цвет вот он, а бытие-то где? Нет. Вот бытие, вот. Ты коричневого цвета его отличаешь. Это вот интересный аспект. Потому что, быть может, попытка мыслить бытие на фоне... Не бытие, а на фоне бытия. Это наша ошибка нашего сознания в связи с тем, что мы привыкли мыслить цвет на фоне... Ну и вообще отрицает. Да. Мы привыкли в парни все мыслить. Да, в парни все делать. Но мы же... Философия нам как все время говорит об одной простой вещи, что бытие не мыслится как нечто на фоне другого. Бытие оно по себе, оно простое, чистое, непосредственное. Тем не менее, чему метафоры берем, то всякий раз возникает свет, тьма и так далее. Да. Все эти поэты берется уже не в смысле бытия. Ну или благо и зло. Как только человек покидает почву чистой философии и приступает к теологии, у него возникает свет, тьма и другие метафоры. Благо и зло. Да, надеюсь, бытие не бытие не имеет отношения к этому. Не, но каждый раз он переходит к неким определенностям. Да, к метафорам. Определенности всегда попарны. Да, предметные метафоры. Вполне возможно, что небытие является такой же неудачей моста. Но вот мы вышли, мы злоупотребили метафорами. Просто злоупотребили, а за нашим злоупотреблением нет ничего. Нет, а что же злоупотребили? Мы же что-то называем бытием? То есть мы что-то, что-то... Нет, что-то мы бытие это называем. Но оно что-то называется не в том смысле, что что-то. Оно же было сидеть с нами по-другому. Игорь, а вот теперь раз уж ты про бытие говоришь, вот такая проблема. А может ли быть два бытия? То есть бытие один и бытие два, которые никак не соотносятся. Которые просто и то и другое существование, но они как бы формально разные. Не содержательно разные, а формально. Два региона. Вот один бытие один, бытие два. Думаю, что нет. Ну как? Есть такой регион бытия, как вещи, и есть такой регион бытия, как люди, как присутствия. Вот ухадили, когда вещи под категориями рассматриваются, это не присутствие размерной сущей, а дозайной. как вещь мыслящая, допустим да, можно так сказать как вещь протяжённая, как вещь мыслящая то есть они фундаментально не соотносятся никак возможно никак их соотнести и сравнить отдельно как бы то есть декарты, почи, спинозы когда они показывают, что это всего лишь атрибута одной сущности мы же сказали про Бога что если богословие убрать на самом деле то у нас получается постоянный дуализм двух субстанций, по крайней мере да, и мы их никак не можем свести в единую субстанцию их можно свести в единую субстанцию только от утверждения, что есть Бог который их объединяет, и всё, больше никак а если у нас есть такое фундаментальное различие бытия, то не говорим ли мы о том, что есть бытие-1 и бытие-2 спинозы же их логически пытается доказать сейчас он получил известные две субстанции потом логически доказал, что они атрибуты одного верховного существа ничего он там логически не доказал, но это просто не важно важно состоит в том, что если мы как бы без теологии попытаемся это обсуждать так что, как вот быть с этим если у нас есть не бытие, то вот у пальменида все сущие будь то люди, предметы, животные все сущие, у них у всех бытие одно и то же ну просто одинаковое а допустим, начиная с декарта вдруг возникают две субстанции которые существенно несоотносимы никак и получается, что есть бытие-1, то есть в форме субстанции протяженной есть бытие-2, в форме субстанции протяженной да, это есть такой момент или у Хайдегера там есть, допустим, вещи не присутствия размерной сущей а есть как бы присутствия которые вообще даже мыслиться, их определенности даже и целые, даже области разные там их сэссенциалы, категории и так далее да, это вот на эту точку зрения то есть если считать, что декарта вот это я называю регионированием бытия да, что декарта и спиноза притянули своего единого бога к своим домам субстанциям за уши конечно за уши просто они подверглись насилию со стороны господствующей идеологии что бытие одно да, что бог-то один, да да, а на самом деле субстанции получается две, по крайней мере но ведь мы можем дальше продвигать эту тему много как бытийности мы можем говорить о том, допустим, что у нас есть дух животное растение дух и тело у нас есть, допустим, четыре фундаментальных взаимодействия которые параллельно существуют ну там вроде связали два, там электрослабые но тем не менее они параллельно, одновременно существуют но как-то в одно не связываются и так далее можно много очень примеров находить из разных областей где вот есть какие-то параллельные реальности никак не соотносимые друг к другу допустим, в дискурсы есть политический дискурс, где главный термин власть есть искусство, где главный термин красота есть добро, этика нет, 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 ты пошел не туда да нет, я просто тебе в принципе говорю, что есть регионирование мира понимаешь, которое основывается на регионировании мира но я про это параллельно и политический дискурс среду существует в смысле бытия существует одинаково нет, просто, ладно, подожди-ка я понял, что вещь мыслящая вещь я пощуженная, она действительно существует подожди, мы принципиально разными способами это понятно, просто я пытался как бы немножко вперед забежать потому что на основе регионирования бытия возникает регионирование мира так вот, если как бы богословие смотреть богословие это политизм то есть есть разные боги у каждой своей области афродита там в красоте живет там Зевс живет это в идее власти там там какой-то и прочее и то есть эти боги никак друг к другу не соотносятся это как бы вот разные миры буквально в смысле вот это и есть регионирование здесь тоже же опять не так если бы вы брать тебе политизм ведь форма их бытия одна и та же почему? ну потому что красота это в красоте как бы и в идее во власти это разная идея бог это как бы форма служения это может жить либо в красоте, либо власть Югер, не надо вот сползать мы же все-таки философией занимаемся я это же все-таки пример не надо сползать к культурологическим каким-то судением не культурологически, но ты хочешь сказать что как бы точнее я хочу сказать что для них как раз способ бытия для них, для всех они разделены у них он не одинаковый поэтому часто очень говорят что ну пока они пытались на заре возникновения христианства с этим справиться тем способом что говорили что они все различные имена одного бога и вставал вопрос а если ладно, тема для вас это сложная давайте тогда разберемся вернемся к простой теме я думаю, что вы согласились что вот есть две субстанции протяженные и мыслящие и они друг другу никак не соотносимы как с этим быть? да, если они не соотносятся не знаю есть два бытия бытие это в пространственном смысле и все что с ним связано и бытие в смысле как бы мыслящие и все что с ними есть два вида бытия они никак не соотносимы Спинозы говорят, что есть их еще и больше. Ну, это не важно. Это уже как бы достаточно, чтобы было два, чтобы было сколько угодно. Да, это так, да. Действительно, они вот есть с этим способом. Ну, и как с этим вот проблемой? Тут же возникают те же самые проблемы. Значит, небытие. Есть небытие по отношению к бытию один, то есть небытие один, есть небытие по отношению к бытию два, небытие два. И тогда не получается ли так, что для бытия два небытием является просто бытие один? И наоборот. То есть каждая из них в отношении к другому есть небытие. То есть мысль и мыслящая субстанция – это бытие, а в протяженном смысле – это небытие. Нет, мы же так говорили, что это не так, потому что небытие для вещи мыслящие не есть вещи непротяженные. Есть идея стола, а есть стол. Мысль не существует как в пространственном смысле. Это для нее небытие. Ну почему? Это же ты пытаешься уже протянуть идею. Я не пытаюсь протянуть, я просто спрашиваю у тебя. Нет, она не является небытиемой. Вот именно, действительно, мы можем одну и ту же вещь мыслить по двумя атрибутами. Как одну и ту же вещь? Какую, например? Ну, как видеокамерная мысль. Как мысль о видеокамере и сама видеокамера соотносятся? Пусть это и камеры нет. Пусть это и камеры нет. Две разные существа. Пусть нет глаз, на которые на эту камеру смотрят, но несомненно то, что я ее мысль. Таким образом я могу убедиться, что камеру я могу мыслить, потому что я мыслью сама. Да это все правильно, но с точки зрения сущности твоя мысль о камере и сама камера, это разные. Да, конечно. Это не одно и то же. Но они различаются не в смысле бытия, а в смысле сущности. Как в смысле? Они в смысле бытия различаются. Как мысль, это нечто одно, а конкретная камера, пространство, это нечто другое. Есть как вещь протяженная, я вам носить могу. Под видом вещи протяженные. Как раз с точки зрения сущности они даже действуют. То есть это тоже из-за бытия и мышления. То есть это стоит, что с точки зрения сущности это может быть одно и то же. Старый вопрос. Каким образом я могу задаваться по поводу существования вещей протяженных? Вопросы. Ты начинал с вопроса об ИТИ, а сейчас уходишь в какие-то другие лидеры. Я просто пытаюсь, есть такая тема регионирования бытия, где говорится о том, что хотя бы в том смысле, что есть две субстанции, мыслящие и протяженные, она отмечена в сене. И попытка их объединить, она на самом деле имеет какое-то богословское значение. Никакой попытки их объединить в чем-то другом не удается. Они просто две параллельно существующие регионы бытия, никак не соотносимы. Это означает, что если мы последовательно рассуждаем, то будет означать, что есть два вида бытия, по крайней мере, фундаментально. И они никак не соотнесены. И их нельзя объединить в одно бытие, никак. Вот и все. И у Хайдегера, кстати, это четко проведено в развлечении, я еще раз говорю, между вещами, между подручными сущими и как бы данное присутствие. Я этого не отрицаю. Я действительно говорю, что следующий шаг, который делает Декарт и Спиноза, он трагматичен. Попытка отнести их к одной из субстанций. Мне просто отсюда было бы интересно рассмотреть, что такое ничто-то. Просто, например, у Хайдегера, как бы, Хайдегер же, они что же, говорить же. Он как раз и говорит, что с точки зрения вот этих подручных сущих, да, вот этих неприсутствия размерных сущих, наше бытие есть ничто. То есть мы являемся ничто для них. То есть это человеческое присутствие, это и есть место, где находится ничто, если так можно выразиться. Это у Хайдегера. Да, конечно, конечно, наверное, так, да. Но вот как вот со всем этим работать? То есть интуиция, ведь если не интуиция ничто же есть, то есть интуиция небытия. Правда, Хайдегер как раз о небытии не говорит тоже. Он говорит как ничто. Да, он всегда о ничто. Более простой категории, значительно. Ничто же более простая категория, которая будет понятна. Да. Потому что сопротивление. Но, возможно, ты же прав, что если бытии не может быть предметом, то я отрицать его не могу. Я задумался о том, что, пожалуй, ни один философ-то серьезный не говорит о небытии. Никогда. Они говорят о бытии, а о чем-то и о ничто. Нибытия у них нет. Нет, и тезис же променит, да я же еще раз говорю, подлинники-то звучат как бытие есть, ничто вовсе нет. Ничто тоже нет. То есть ни один философ не говорит о небытии. Нет, вообще-то говорят, этот тезис перевирается, причем на многих языках, что бытие есть, небытия нет. Так что небытие понимается как синоним ничто. Да, это многие так поступают, да. То есть отрицание бытия почему-то одновременно и с отрицанием не имеет. Чего я так хочу сказать? Что такое понятие, как небытия, можно сконструировать, но возможность его хоть как-то мыслить является в высшей степени проблематичной. По крайней мере, это я не понимаю. Нет, подожди, а нельзя ли так по-мыслить, что если мы отрицаем существование, то мы и подавно отрицаем это определенность? То есть если нечто не существует, то определенность естественного образа не имеет. Это действительно так. Просто отрицание бытия – это более сильное отрицание. Действительно, если нечто не существует, то оно как бы не имеет ли определенности. Я сам использовал этот фокус, когда пытался преподавать Декарта в Герцгенском институте. Постоянно. Это обманывал студентов, вводил это в соблуждение? Да. Ну и людей как самостоятельное понятие довольно непростые. Ну и еще потом такой вопрос. А как мы мыслим трансцендентно тогда? Ну никак не мыслим. Нет, подожди, подожди. Вот у нас есть имманентное. Это то самое наше бытие, та самая наша определенность, она развернута вокруг нас. Да, то мы мыслим его. Нет, ну мы мыслим его. Мы сейчас его обсуждаем, и мы понимаем, что это нечто за пределами этого имманентного. Ну это похоже, что точно такое же некорректное понятие. Нет, может быть мы трансцендентно мыслим как ничто. Мы трансцендентно, скорее всего, мыслим как отрицание этого. Вы же как отрицание имманентного. А трансцендентность мы в понятии вводим некую развернутость. А в ничто уже нет развернутости. Нет, давайте все-таки вообще философия понятия трансцендентного, оно так же четко включено, как понятие ничто и бытия. То есть оно обязательно. Если мы вообще применяем слово и монетное, то оно всегда только ведет как в паре. И монетное – это отсюда. Казалось бы, трансцендентное – это вот такая вещь… Это синоним нибытия. Нет, подождите, давайте… Это не синоним нибытия, это синоним, скорее, ничто, если в нашем рассуждении. Трансцендентное – это синоним трансцендентного. Трансцендентное – это означает замерное. Замерное. Хорошо. Какой будет замерное? Как вещественное замерное? Или как замерное… Нет, ты хочешь сказать замерное, в смысле, пространственное, что ли? Вот есть вселенная, у нее есть граница, а вот есть за границей. Есть некое представление монетного, то есть мира, и трансцендентное – это замерное. Мира как в стройности? Просто мирно. Не знаю, как. Подождите, подождите. Вот есть пространственное, допустим, это пространственная метафора. Наша вселенная имеет, предположим, границы какие-то, да? Внутри эти границы все монетное, а вот за пределами уже там вообще просто ничто, да? Там уже трансцендентное. Так? Это понятно? Или можно другой метафор? Бог создал… Какое-то примитивное представление. Бог создал мир, да? Бог создал мир, да? Вот как бы… Бог и мир, как бы, это разные сущности, да? Вот мир, как там нет границ пространственных, там есть границы смысловые, да? Вот как бы, вот есть мир, это и монетное, а по ту сторону мира что находится? Находится Бог. Ну… Бог не может находиться по ту сторону мира. Ну… Бог не может создать нечто отличное. Ну, это все… Ну, как не может? По богословию может. Ну, все это не философский разговор. Потому что Бог бесконечный, а мир конечный. Это богословский разговор. Нет, подожди, подожди. Это границы богословия и философии в таких вопросах очень туманны, понимаешь? Что значит нефилософский разговор? Когда мы берем такое понятие, как мир, мы неизбежно вступаем в такие вот полуфилософские, полубогословские темы. Либо надо объект такой не брать, как мир, тогда заниматься уже философией. А если берем объект, как мир, всегда есть по ту сторону этого мира. Замирное, как ты говоришь. И что? Что с этим замирным? Как быть? Никак не быть. Объявить его некорректным… Еще раз, у тебя же так у этих несчастных позитивистов и аналитической философии получается… «А давайте мы сделаем так, из философии все, что нам не нравится, откусим и выбросим, а все, что останется, посмотрим, если не понравится, оставим». В любом случае, я хочу сказать, что о трансцендентном очень такое же… Мы же вместе с трансцендентным выкинем все, всю философию вплоть до Гегеля. Если мы пытаемся избавиться от трансцендентного, то у них-то, я как раз думаю, у них-то трансцендентное такое, что… немножко эманентное всегда. То есть, если избавиться от трансцендентного, то что будет? Не, ты заметил, что философия эманентная, исключительно эманентная, это гигельская. Там вообще трансцендентного ничего нет. Но уже кантовская философия трансцендентная. Но это из-за нелепости. Это неважно, из-за нелепости, Кант виноват в этом. Но тем не менее, и вся философия до него, вся трансцендентная. Если мы не можем мыслить рецидентом, то в каком месте века трансцендентная философия? Бог есть у него? И что? Его Бога можно рукой пощупать? Его Бога рукой пощупать нельзя. Бог включает в себе две субстанции, но никаким образом пощупать его нельзя. Ну вот, так вот и вы... И спинозовского Бога никак пощупать нельзя? Вот спинозовский Бог, это как раз чисто логичный, логический Бог. А этого ты можешь руками пощупать. Как и Бога-то? Как вещь протяжённую, как вещь её мысльную. Нет, из того, что и у спиноза ведь всё включено в Бога, мы сейчас являемся модусами Бога. Но это никак не следует, что мы можем пощупать Бога. Его не можем у спиноза, а у деканта можем. Ну ладно, это вопрос уже не интересный. Просто вот из-за того, что есть Бог, всё, есть этот центр. Любой философия, где присутствует Бог, есть этот центр. Смотрите, но ведь спинозов, он что делает? Он логическим путём распространяет наш скромный опыт на замирное. И получает там некого замирного Бога. Как некого логического спиноза. Можно, наверное, мыслить спинозу, как полного эманетиста. Наверное, можно. Потому что у него одна субстанция. И, может быть, даже деканта так можно мыслить. Но, тем не менее, как бы, скажем, оставим их действителю. Ну, всё равно, вся остальная философия всё равно с трансцендентом живёт. В трансцендентом Платон, Аристотель. Платон, Аристотель, как бы. Нет, у Аристотеля тоже, на самом деле, всё им понятно. У Платона и трансцендент. Ну, я тоже думаю, что тоже, да. Нет, нет. У Платона есть идеи, как бы, и мир его божественный, и мир нашим. Ну, это же тоже такая неудачная метафона. Ну, может быть. Ещё раз говорю, что, скажем так, что трансцендентное всё-таки сопровождает философию Платон. Да. А ты хочешь выбросить трансцендент? Как тень, как тень, как тень, это самое, человека. Да, ну, как говорил... Как тень овса Гамлета. Как говорил один почти не философ, что философия это служанка богословия. Потому что насколько она служанка, она столько и сопровождает, наверное. Нет, трансцендентным покончила, наверное, наука. Вот она уже усыла, только иммунентная. Уже никакого трансцендентного там точно. Вот. Так получилось. Но у нас же эта тема трансцендентного постоянно встревает. То бронза повернётся своей матрицей, то ещё кто-нибудь. Вопрос-то не в том, что стрелка возникает или нет. Вопрос состоит в том, что тема трансцендентного, тема небытия и ничто, это, как бы, вот, параллельная тема. Это те самые запредельные какие-то понятия, да, вот, какие-то... Не запредельные, а предельные понятия, которые мы должны научиться мыслить, для того, чтобы, вообще говоря, как бы... Должны, должны, не получается. Как ни бытие не получается мысли, так и трансцендентное не получается. Серьёзно? Нет, ну ты же сам говорил, что если трансцендентное можно мыслить, как ничто. Потому что иммунентное, оно имеет определённость, мы её отрицаем, как бы, да, и замиранное наше насто. Оказывается, просто ничто. Ну я такого не говорил. Нет, я говорил. Ты говорил, да, да, я – нет. Неси, как что. Как бы возникает у нас ничто, как предельный переход, отрицание всякое определённость. Так же, точно так, если мы просто всё определённо заключим в понятие мир, как бы, отрицание мира – это будет трансцендентно. Точнее, выход за мир, выход за мир. Отрицание мира будет трансцендентное. Выход за мир, как бы. Выход за мир – это и есть отрицание мира. Почему? Ну ладно, хорошо, не будем просто над темно дискутировать. Ну, по крайней мере, я хотел сегодня поговорить только о том, как мы можем мыслить и понятие небытия, и корректно ли это понятие. К нему появился уже, он был паровозником, к нему тоже появилось понятие ничто и понятие трансцендентного. Но никакого успеха нам особо достигнуть не удалось. Но это нужно и прекратить. Ну, вот ещё есть такая проблема, на самом деле. Разница между Платоном и Парменитом состоит в том, что Парменит отрицает всякое небытие. То есть для него и относительное небытие, и абсолютное небытие невозможно. А Платон, как бы, он поправляется, и получается, что в диалоге с Софистом он говорит о том, что относительное небытие возможно. И тем самым у него получается, что у Парменида идея одна, то есть единая, как бы шар, а бытие – это единственное, что можно мыслить. Всё, что можно мыслить – это только бытия. То есть в мышлении находится только одна идея – это идея бытия. Никаких других идей там нет. Всё остальное – это касается, там, этих, все определённости, касается, там, органов чувств и так далее. То есть мысль всего лишь одна. Я предлагаю почитать как-нибудь там… А у Платона много идей. Должно собраться и почитать диалог Платона про Парменит. Про Парменит, про Парменит. Ну… Диалог Собис считает, что про небытие, а не Парменит. Нет, ну, надо сначала с идеей разобраться. Сначала с бытие, а потом с небытием. Диалог Платона… Нет, просто я, может, я же рассказываю, там, что… Если для нас что-то считать, можно достаточно рассказать и дальше всё понятно будет. Просто суть-то, в чём состоит? Платон, как бы, он же даже в самом диалоге Собис указывает на то, что мы теперь, как бы, покусимся на Святое, на Парменит. и попытаемся его критиковать. И он допускает небытие, но небытие это относительное небытие. И в этом относительном небытие возникает много идей. То есть мышление на самом деле, существует не одна идея в виде бытия, а много идей. То есть там идея там одного, идея там много идей, так сказать. И в этом проблема состоит. Собственно, вся проблематика перехода. Вот как с этим-то быть? Идея как таковая, идея о чем-то? Идея как понятия. Идея бытия же. Есть мысль о бытии, если понятное слово мысль. Есть мысль бытие. А есть другие мысли. То есть в мышлении есть не одна мысль о бытии, а много других разных мыслей. Я понимаю. Получается, что они все расписывают в принципе. Они отрицают друг друга в том смысле, что поскольку их много, то каждое из них есть отрицание другого. То есть каждое из них и есть бытие с одной стороны и не бытие другой мысли. А, ну это, грубо говоря, как стол, кресло, не манда вектора. А они друг друга не отрицают? Нет, там имеется... Но тем не менее, они являются вещами под волнули. Там не сущности имеется в виду, конечно. Но это не принципиально, я говорю, одноложен. Там имеется в виду в смысле идеи. Есть идея бытия, есть там идея... Я сейчас уже софист, не помню, какие у него там конкретные идеи. Идеи, по-моему, одного, еще какие-то другие. Вот все эти разные идеи как бы друг друга отрицают. Но тем не менее, потому что каждая идея утверждает, а есть бытие, в силу того же рассуждения, променит, потому что с точки зрения рассмотрения каждой отдельной идеи, весь мир включается в эту идею и представляется в одном. Но в то же время они разные, и каждый отрицает другую. И получается, что есть относительное небытие. То есть одновременно есть и бытие, и относительное небытие. Но абсолютное небытие невозможно. Клотман так и говорит. Что абсолютное небытие, конечно, невозможно, но возможно в смысле относительно. Ну, да. Ну, вот это продолжение логики, то, о которой говорит Игорь. Игорь говорил о том, что небытие мыслить никак невозможно, а невозможно мыслить его только в абсолютном смысле, а в относительном смысле мыслить его возможно. И по-моему, он это показывает по идеологии софисты. Вот все, что я хотел сказать, просто я хотел это обсудить. Продолжение следует...